Установленные выходные отверстия, канализация, холодная вода соответствуют плану ремонта квартиры, а в частности подведены под купленный заранее унитаз, так как существует очень много разновидностей подключения. Крепление может быть внутренним и наружным, в нашем случае внутреннее. Устанавливаем крепление для обозначения разметки. Отмечаем на плитке место установки унитаза и с внутренней стороны отмечаем место сверления под крепление унитаза. Каждое соединение крепится к полу двумя болтами. Чтобы сверло не танцевало по керамической плитке, керном делаем маленькие сколы в месте сверления. Сверлом по бетону делаем 4 отверстия и забиваем дюбеля. Болтами прикручиваем крепление к полу, но не затягиваем для дальнейшей точной подгонки. Гофра Гофра имеет множество внутренних мембран, что позволяет ей надежно крепиться на выходной трубе унитаза и в техническом отверстии в стене. Внутренние мембраны не дадут гофре соскочить с трубы унитаза, а внешние не позволят ей вылезти из сантехнического отверстия. С помощью гофры мы можем изменить расстояние от стены до унитаза и, что очень важно, изменить угол подключения. Многие унитазы имеют внешнюю систему подачи воды, но есть и такие, которые имеют внутреннюю, скрытую систему. Нам понадобится зажимная гайка. Гайку одеваем на трубку в обратной последовательности. Холодную воду можно подключать как имеющейся медной трубкой, так и гибким шлангом из металлопластика. Обратите внимание на выходящую трубу из стены. Она может быть с внутренней или наружной резьбой. В нашем случае резьба внутренняя, следовательно, нам понадобится переходник. Ставим переходник с применением ПАКЛИ. Приступаем к монтажу унитаза. Начинаем с монтажа гофры в стену. Внимание! Гофрированная труба не сажается на клей. Подсоединяем медную трубку к холодному водоснабжению через переходник. Подключив все отверстия, начинаем крепить унитаз к полу. Затягиваем внешние болты. Окончательно вымеряем установку унитаза и затягиваем болты на креплениях. Устанавливаем крышку унитаза. Крышка часто поставляется в комплекте. Все металлические детали креплений не должны соприкасаться с керамикой. Следовательно, используются резиновые или пластиковые прокладки. С нижней стороны, с использованием металлической гайки большего диаметра, затягиваются крепежные болты. Устанавливается крышка бачка. Закрепляется клавиша сливного устройства. Проверяется работа унитаза и тестируется на протечке.